Такой вот экватор этого обстановского этапа. Первый матч первого дня у нас очень важен с точки зрения распределения борьбы за место в суперфинале, потому что ЦСКА – новатор команды, которая сейчас является соседями по тренерной таблице. Сергей Степляний, который отпустил квалификацию за удаление первого матча. За две желтых мяч, что в воротах, да, мяч влетает в сетку. И интересно, кого здесь запишут автором гола. Виноградово, который там на ленточке мог замкнуть, либо кого-то другого. А в лицо. Вчерашний игровой дня ошибается. Здесь Колбанов момент опаснейший. Колбанов привозит из ничего этот гол к себе в ворота. Ну а забивает у нас сейчас Лукас. Но происходит у ЦСКА какой-то странный сейчас на площадке. Что сейчас хотел сделать Колбанов? Непонятно, зачем тут нам была эта пятка. Просто сохранить. Вот такой обрез не получился. О! ЦСКА, но в итоге, в итоге новатор еще и забивает. Амадиус Виноградов оформляет дубль. Вот вроде бы ЦСКА неплохую атаку организовывал. Но опять из ничего. Наватор берет и забивает третий гол. Второй период. Белецкий. Нашел-таки Филиппе. Филиппе забивает. С передачи Руслана Белецкого. Мяч отправляет в сетку Филиппе. Ну и браво. Браво здесь в первую очередь, наверное, даже Филиппе, который сначала пытался вести мяч. Вот смотрите, даже движение он сделал влево. Потом увидел, что Филиппе поменял. Тректорий подбежал в другую сторону. И Филиппе нашел. Нашел его. Никакой удар у Филиппа. Перебрасывает он в широком. Широком, наверное, потерял. 4-0. И посмотрите, Виноградов к нему мяч отнял. Виноградов делает счет 5-0. Хэт-трик в исполнении Амадиуса Винограда. Он догоняет Леренса Гомеса. Он догоняет Родриго в списке лучших снайперов чемпионата. Еще один хэт-трик на стартовском этапе. И обнимается Виноградов с Нимилием Забаром, Который позвал его новатор, который дал ему шанс. Разговоряю, кто вчера в этот матч... Ну, это Леренс Гомес. Это Леренс Гомес. От него, мне кажется, мы даже и ждали этого в любой момент. Ничего сейчас какого-то сверхъестественного. Такое ощущение, что Испайс не и сделал. Будет удивительно, если зайдут киска еще. А вот Гомес спокойненько под левую. И посмотрите, какой удар в дальнюю девятку. Ну, не в девятку, так, в пониже мяч, конечно, летит. Но тем не менее. Тем не менее, вылетает в сетку. Субтитры сделал DimaTorzok Отбегается Филиппо, и счет становится 6-2. Дубль и Филиппо в этом матче. Мы с вами наблюдаем. Первый гол он забил технично головой. Переграв Широкова. Ну, а теперь еще и вспоминать. Филиппо также переигрывает. 6-2. Дубль и Филиппо в этом матче. 7-2 в пользу новатор. С регионерами, молодыми российскими, туда листовики, с опытными ребятами. Все очень радо. Получается идеально. Восьмой гол. 8-2. Разгром. Разгром. Самый настоящий новатор устраивает сейчас московским армейцам. 8-2. Вот Лукас, конечно, делает дубль уже сегодня. Точно. Главное, что новатор здесь в матче за 6-7 место. Бирает 3 очка. Ну, а ЦСКА, конечно, вот этот холодный душ. Можно, конечно, пойти на пользу, а может быть, наоборот, какой-то эроскоп. Я не считаю, что я сделал что-то сверхъестественное. Я хочу и стараюсь забивать больше. От меня требует тренер. И вполне он может это делать. И я стараюсь выполнять каждую установку на игру. Мне говорят забивать, 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 еще раз забивать.